У принца Чарльза есть возможность изменить конституционное законодательство и позволить принцу Уильяму занять свое место на троне. Об этом заявил королевский эксперт Стюарт Пирс в беседе с Юэс Викли. В настоящее время 72-летний принц Чарльз является первым в очереди на престол, именно он после смерти Елизаветы II должен стать королем Великобритании. Пирс уверен, что принц Уэльский, вероятнее всего, откажется от этого титула и передаст его своему энергичному и преданному идеалам монархии сыну, принцу Уильяму. Будет очень интересно посмотреть, займет ли принц Чарльз на трон, или он все-таки внесет какие-то изменения в конституционное законодательство, чтобы отдать место своему сыну, прокомментировал эксперт. Я не вижу Камилу королевой. Конституционное законодательство можно скорректировать, ведь в конце концов мы живем в экстраординарные времена. Другой королевский эксперт Роберт Джобсон отмечает, что на протяжении многих лет Чарльз и так выполнял большую часть королевских обязанностей, потому что Елизавета II в силу возраста уже не может продолжать работать в том же темпе. Я уверен, что у королевы достаточно возможностей сделать Чарльза принцем-регентом. Она может организовать свою добровольную отставку, как это сделал когда-то ее муж, герцог Одинбургский, после достижения 96 лет, заключил Джобсон. Спустя неделю после публикации совместного обращения, в котором они обратили внимание хрупкость мира, на примере двух глобальных событий, переворота в Афганистане, сильного землетрясения на побережье Гаити, герцог и герцогини приступили к реальным действиям. Так стало известно, что через свой фонд Archwell Foundation они сделали пожертвование неправительственной организации шеф-повара Хосе Андреса World Central Kitchen. Сейчас эта компания занимается поставкой горячих обедов в больницы и центры оказания первой помощи на Гаити. Хосе Андрес – повар и общественный деятель, а также друг Меган и Гарри. В свое время он стал первым гостем их подкаста, а в августе поддержал инициативу Меган, запущенной по случаю ее 40-летия. При поддержке со всего мира и наших партнеров, герцога и герцогини Сасекских и их фонда Archwell Foundation, присоединившихся к организации гуманитарной помощи, ВК теперь ежедневно доставляет тысячи горячих блюд в больницы и приюты для гаитян, пострадавших от землетрясения. Спасибо сказанному аккаунте ВК в Твиттер. Кроме того, Гарри и Меган помогли и организации Women for Afghan Women, ВАВ, представители которой сейчас помогают эвакуировать афганские семьи из страны. В профиле ВАВ в Инстаграм появилась публикация со словами благодарности. «Мы бесконечно благодарны за щедрость Archwell Foundation в поддержке наших попыток по эвакуации и переселению тысяч афганских женщин, семьи и детей, включая наших собственных сотрудников», сказано в заявлении. Правда, суммы денежных переводов супруги решили не раскрывать. Меган Маркл и принц Гарри в мечети Аувал в Кейптауне 24 сентября 2019 года. В то же время принц чуть меньше недели назад заявил, что отдал 1,5 миллиона долларов из 20 и полученных в качестве аванса за будущие мемуары, они выйдут в начале 2022 года, на благотворительность. «Это одно из нескольких пожертвований, которые я планирую сделать благотворительным организациям, и я благодарен за то, что могу таким образом помочь детям и сообществам, которые в этом остро нуждаются», сказал принц Гарри. Обе новости о благотворительных акциях герцога и герцогини Сасекских появились на фоне слухов о возможном судебном иске со стороны Букингемского дворца за клевету и нарушение границ частной жизни. Напомним, что в минувшие выходные издания The Sun со ссылкой на анонимный источник в Букингемском дворце сообщила, королева Великобритании Елизавета II поручила своим помощникам подготовить план обращения в суд. Причиной для столь крайних мер стала череда заявлений герцога и герцогини Сасекских относительно британской королевской семьи, а также новость о том, что принц Гарри пишет мемуары о своей жизни во дворце. По словам инсайдеров, Елизавета планирует запросить юридическую оценку их высказываний. Королева Елизавета II, принц Гарри и Меган Маркл Журнал Татлер объявил самую стильную королевскую особу мира. И как это ни странно, ею оказалась не жена принца Уильяма, икона стиля Кейт Миддлтон, и не супруга принца Гарри, не состоявшаяся голливудская звезда Меган Маркл. Самой стильной, по мнению авторитетнейшего глянца в мире моды и гламура, стала итальянская модель Беатрича Барамеа Казираги, жена Пьера Казираги, внука монахской княгини Грейс Келли и сына принцессы Каролины. Когда Беатрича Барамеа выходила замуж за Пьера Казираги в 2015 году, она не ограничилась лишь одним платьем от кутюр. Она выбрала четыре разных платья, два от Валентиноу для гражданской регистрации в Монако и два от Армани для церемонии венчания на Лага Маджоре. «Если это не доказательство ее изысканного вкуса, то мы ничего в этом не понимаем», — пишет Татлер. Роскошная свадьба Беатричи и принца Монако состоялась в средневековом замке, принадлежащем семье Барамеа. На торжестве собралось около 700 гостей, представителей итальянской и монахской аристократии. Супруга Пьера Казигаре благородных кровей, она является дочерью графа, внучка князя и племянницы римского кардинала. Семье Барамеа принадлежат обширные земельные угодья в Ломбардии, в том числе в районе озера Лага Маджоре и в Милане. До того, как выйти замуж за члена королевской семьи Беатричи закончила Миланский университет, работала журналистом и построила успешную карьеру в мире моды. Она стала моделью в 15 лет, участвовала в показах самых известных домов моды, таких как Шанель, Валентиноу, Уэс, а в 2021-м стала послом Диор. Беатричи в браке с Пьером Казигаре родила двоих детей, но это не мешает ей безупречно выглядеть как на балах, светских приемах и вечеринках, так и на обычных прогулках, отмечают эксперты Татлер. По сравнению с Кейт Миддлтон, Беатричи выбирает более смелые, яркие наряды. И в этом, безусловно, выигрывает. Но несмотря на вынужденную сдержанность и скромность в одежде, жена принца Уильяма по праву считается самой стильной представительницей британской монархии. В то же время Меган Маркл, жена принца Гарри, всегда отличалась более свободным стилем в одежде и часто бросала вызов строгому королевскому дресс-коду. Недавняя поездка принца Гарри на благотворительный матч по конному полу в Аспан, штат Колорадо, вызвала шквал осуждения у королевских экспертов. Обратный перелет внук Елизаветы II предпочел совершить на частном самолете, что противоречит всем его проповедям об изменении климата. Лицемерие герцогов сасекских, по мнению большинства, переходит всемыслимые границы. Королевский эксперт Анжела Левин заявила, что Гарри и Меган нет равных по количеству использования частных самолетов, которые из-за выхлопных газов наносят страшный вред атмосфере. Это говорит о том, что а, они, вероятно, не в курсе, что такие полеты наносят существенный вред экологии, б, они огромные лицемеры, потому что они однозначно в курсе. Они рассказывают всему мировому сообществу о том, что мы должны думать и делать, но не считают, что они должны следовать собственным же указаниям. А не исключение, ведь они такие великие и важные, сказала Левин в интервью для Ток-радио. Эти частные самолеты наносят как минимум в 10 раз больше ущерб атмосфере, чем коммерческий самолет, и в 50 раз больше повреждений, чем обычный поезд. Но, конечно, к принцу Гарри все это не относится, и это возмутительно. Это то же самое, что сказать нам, что мы все должны проявлять сострадание, когда они не сострадательны к своим родителям и семье. Или что у всех нас должно быть двое детей, хотя на самом деле это не их дело. Я рада сообщить, что они потеряли 700 000 подписчиков в Инстаграм. И я думаю, что люди начинают понимать все их лицемерие, продолжила Левин. Герцог и герцогиня Сасекские уже подвергались критике за перелеты на частных самолетах, несмотря на то, что пропагандируют спасение планеты от экологической катастрофы. «Я провожу 99% своей жизни, путешествуя по миру по работе». Порой необходимо пользоваться привилегиями, чтобы элементарно обезопасить свою семью, заявил принц Гарри в свое оправдание в сентябре 2019 года. Королевский писатель, автор книги «Секретное воспоминание» от королевы Марии до Меган Марклтон Куинн, осуждает слепое использование Гарри частных перелетов. Это лицемерие, учитывая все его разговоры об изменении климата. Гарри, похоже, считает себя повелителем мира, а его собственное поведение не имеет значения. «Он просто этого не видит», — сказал Том Куинн в интервью «The Sun». Между тем, герцог Сасекские в своем документальном проекте рассказывает о проблемах экологии и о том, что изменение климата является одной из самых важных проблем наряду с ментальным здоровьем. «Планета на сегодняшний день выглядит очень удручающе. Постоянно случаются пожары, наводнения, вырубаются леса», — говорит Гарри в одной из серий своего проекта «The Miuk NTC». Двойные стандарты. Так можно обозначить публичную деятельность и частную жизнь принца Гарри и Меган Маркл. Проповедуя семейные ценности, герцог и герцогиня Сасекские поливают грязью семью Гарри и почти не общаются с родственниками Меган. Говоря о благотворительности, пара ограничивается лишь призывами и мотивацией. А деятельность супругов по сохранению экологии и климата планеты никак не соответствует их любви к частным перелетам.